Вкус Италии в Люберцах. В Октябрьском с 2017 года работает предприятие, которое производит сыры по европейским стандартам. Строгое соблюдение технологий и рецептуры возможно благодаря тому, что в штате сотрудников специалисты из Италии. С ними познакомилась наша съемочная группа. Я работаю на сыроварне с 12 лет. 23 года проработал на сыроварне своего отца, который производил 2 тонны молока за смену. Семейное ремесло Франческо Кассоне продолжил в России. Приехал сюда в октябре 2017 года. Создал семью и начал заниматься любимым делом. Итальянец главный в цехе по производству сыров. Не зная ни одного русского слова, уверенно руководит рабочим процессом. Не сложно понимать, когда ты на одной волне. Я им говорю, иди туда, принеси это. И мы друг друга понимаем. На этом предприятии из Италии не только сотрудники. Ферменты и закваски, из которых делают сыры, привозят исключительно с родины Франческо. В результате получается 26 наименований продукции, которая ничем не отличается от импортного аналога. Скажу, в день наш маленький такой цех с небольшим количеством сотрудников. Мы делаем порядка 500-600 килограмм различного вида сыра. Это как мягкие сыры, так и полутвердые и выдержанные сыры. В конце февраля сыроварня, как и другие производственные компании, столкнулась с рядом проблем. Но решить их удалось в кратчайшие сроки. Сырье до сих пор поступает из Италии, но немного с задержкой и по повышенным ценам. Но, по словам руководства, это никак не отразилось на стоимости продукции. Понятно, что в экономике непростая ситуация, но эта ситуация никак не повлияла на данное предприятие. Я думаю, что все, что связано с продуктами, продуктовыми питаниями, в том числе сыры, это будет востребовано. И никакие процессы в макроэкономике не повлияют на подобные предприятия. У руководства сыроварни большие планы расширения линейки продукции, а вместе с ним и дооснащения предприятия. Недавно компании одобрили субсидию на компенсацию 50% затрат на приобретение оборудования. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.